МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы также увидите. Дань великому ученому. Как в Казани хранят память о Лобачевском? Это один из самых известных и самых посещаемых музеев, все залы которого обладают уникальной акустикой. Сохранить и преумножить. Как передать историю в лицах, раритетах и в виртуальном мире? Ну, получились вообще замечательные капли. Зоркое око животных. Какая разработка казанских ученых поможет братьям нашим меньшим? Протез может быть более эстетичным и более износостойким, долговечным. Тешево и прочно. Чем заменят стоматологи дорогие зубные протезы? В Казани отметили 230-летие со дня рождения Николая Лобачевского. Традиционно 1 декабря, в честь дня рождения великого русского математика, выпускника, а в последующем и ректора Казанского императорского университета, проходит возложение цветов к его памятнику. Дань памяти ученому отдал президент Татарстана Рустам Мениханов. Он возложил цветы к монументу Николая Лобачевского на Арском кладбище. Почтить память выдающегося математика пришли представители научной общественности республики, а также представители разных вузов страны. В мероприятии приняли участие проправнучка Лобачевского Екатерина Суботина, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге. В церемонии возложения цветов принял участие и ректор КФУ Ленар Сафин. Также в этот день в сквере возле университета к памятнику Николая Лобачевского пришли сотрудники, студенты и лицеисты. Вместе с ректором они возложили цветы и почтили память ученого. Именно музей Казанского университета играет большую роль в сохранении памяти великого математика. Помимо самого музея истории есть музей Лобачевского. Вообще в университете действует комплекс музеев, о них мы неоднократно рассказывали. Вход в них открыт для всех желающих – студентов, школьников и туристов. Для последних, кстати, сотрудники музея разработали эксклюзивный аудиогид. Виртуальный тур посвящен еще одному именитому студенту Казанского императорского университета – Льву Толстому. Когда можно будет опробовать приложение и какие задачи стоят перед дирекцией музеев КФУ? Мы поговорим сегодня с его руководителем Светланой Фроловой. Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Здравствуйте. На этой неделе вы представили виртуальный тур Лев Толстой к Казани университет. Хотелось бы узнать, что из себя он представляет и когда планируется его выход в свет. Этот виртуальный тур Дирекция музеев создает вместе с Институтом филологии и межкультурной коммуникации. Собственно, сотрудники музеев и института являются членами рабочей группы, которые работают на создание виртуального тура. Производим работу уже на протяжении почти года, поскольку виртуальный тур будет включать в себя не менее 50 объектов достопримечательностей по городу Казани. Его продолжительность будет составлять порядка 2,5 километров. И мы планируем, чтобы этот виртуальный тур был не просто такой возможностью пройти по каким-то местам, связанным с именем Льва Толстого и его юношескими годами здесь, в Казани, но и возможностью изучения русского языка, в том числе для иностранных студентов Казанского университета. Поэтому виртуальный тур создается на платформе Easy Travel. Это общедоступная, хорошо известная платформа. И он будет включать в себя элементы квеста с вопросами и заданиями, которые необходимо будет выполнить студентам. Вот в декабре, как правило, насыщенная программа в музеях Казанского университета. Хотелось бы узнать в этом году, какие экспозиции ждут посетители. Сейчас в Музее истории Казанского университета уже открыты и действуют три выставки. Одна из них посвящена 110-летию со дня рождения географа и бывшего заведующего кафедры физической географии Казанского университета Ступишина. Для меня было очень приятным открытием, когда на эту выставку пришли люди, у которых он учился. Студенты выпуска с 79-го, 75-го годов. И они рассказывали истории, связанные с этим преподавателем, ученым. Ну, например, когда они получили диплом об окончании университета, они шли по улице Ленина, нынешняя Кремлевская, и кричали «Слава Ступишину! Слава Ступишину!» Даже такое было. И сейчас на эту выставку постоянно приходят выпускники, и мы просим, чтобы они записали или надиктовали сотрудникам музея свои воспоминания про этого ученого, потому что книги воспоминаний о нем еще не созданы. Это одна выставка. На этой неделе было открыто две выставки. Одна из них посвящена юбилеем Геральдической службы России. 300 лет тому назад была создана Геральдмейстерская контора при правительствующем Сенате в 1722 году. 30 лет назад была создана Геральдическая служба Российской Федерации. И 20 лет тому назад был создан Геральдический совет при президенте Республики Татарстан. Куратором этой выставки является Григорий Моисеевич Бушканец. Собственно, его коллекция значков и нагрудных знаков и стала основой для создания выставки. Но автором идеи для организации выставки был директор Института международных отношений Харудинов Рамиль Равелович, который, собственно, сейчас и возглавляет Геральдический совет при президенте Республики Татарстан. Кроме того, на выставке представлены уникальные рукописи. Это гербовник Князева 1785 года из собрания отдела рукописи редких книг научной библиотеки Лобачевского. И благодаря заведующим отделам Амирхановой Эльмире Исхаковне наши посетители на этой выставке смогут не только увидеть эту уникальную рукопись, богато иллюстрированную гербами, это первое подобное издание, но и прочитать фрагмент исследования Эльмиры Исхаковны про эту рукопись. Также представлена рукопись Шаджерес родословной Чингисхана на выставке. И, конечно, знаки городов, сельских гербов городов, сельских поселений и районов Республики Татарстан, а также нагрудные знаки Республики Татарстан, которые вручаются жителям городов за особые заслуги. В Музее истории открылась еще одна выставка, посвященная юбилею ученого. Это Доджи Банзаров. Эту выставку мы делали совместно с Сценографическим музеем и научной библиотекой Лобачевского. Доджи Банзаров считается первым ученым из Бурят. Здесь он учился одновременно с Львом Николаевичем Толстым. И на выставке можно будет увидеть ведомость студентов, где имя Льва Толстого и Доджи Банзарова на одной странице записаны. И Доджи Банзаров учился на Восточном отделении Казанского университета. Его руководителем был Осип Михайлович Ковалевский. Впоследствии он будет ректором университета, известный монголовед. И в дальнейшем он работал, Доджи Банзаров, работал чиновником по особым поручениям при Муравьеве-Амурском. Ну и в завершение, не могу не спросить, уже декабрь на дворе, какие все-таки задачи или, может быть, планы перед собой? Основные ставят дирекции музеев уже в наступающем 2023 году. Про декабрь мне хочется отдельно сказать. Мы хотим в декабре сделать презентацию виртуального музея поискового отряда «Снежный десант». Ведь в этом году мы получили президентский грант, и музея «Снежного десанта» не существует. Но очень хочется, чтобы те материалы, которые собирались из поколения в поколение и рассказывают об этом достаточно большом и мощном движении, появившемся в Казанском университете, и как круги по воде, разошедшимся по школам и другим вузам Республики Татарстан. Ведь не секрет, что выпускники Казанского университета, те, которые были в «Снежном десанте», работающие сейчас учителями в школах, они в школах создают такие же поисковые отряды, и они тоже носят название «Снежный десант». Это очень сложная была работа, потому что она была связана не только с оцифровкой документов, хранящихся в музее истории, но и с необходимостью выявления атрибуции этих фотографий. Многие из них были не атрибутированы, не подписаны, мы не знали, кто же на них там изображен. Мы приглашали участников «Снежного десанта» разных эпох, и они рассказывали про это движение, помогали нам атрибутировать материалы, хранящиеся в фондах музея истории университета. Кроме того, в следующем году мы будем реализовывать очень интересный и необычный проект. Мне кажется, он мог зародиться только в музеях университета, благодаря тем коллекциям, которые у нас есть. Это спектакли. Проект называется «Ученые дети». В этом году мы стали победителями конкурса «Креативный музей фонда Батанина». И совместно с Театром юного зрителя города Казани мы создадим два аудиоспектакля. Один по территории университетского комплекса для детей младшего школьного возраста, и второй по территории Музея истории Казанского университета для детей среднего школьного возраста. Почему именно Музей истории? Дело в том, что это один из самых известных и самых посещаемых музеев, все залы которого обладают уникальной акустикой. Но для школьников, например, 5-7 класса материалы, которые изложены в этом музее, а это все-таки история науки, они очень сложны. Но хочется, чтобы в музей ребята приходили уже будучи младшими школьниками, чтобы это пространство стало для них родным как дом и любимым, чтобы уже поступая в Казанский университет, перед ними не стоял выбор, Казанский университет или какой-то другой университет, чтобы однозначно, конечно, я иду в то место, которое является моим вторым домом, только Казанский университет. Поэтому мы хотим сделать рассказ об истории науки, интересном в формате спектакля, который дети могли бы слушать. И, что самое главное, как настоящие ученые во время спектаклей проводить наблюдения и записывать результаты этих наблюдений в дневнике впечатлений. Надеюсь, все получится, очень интересные проекты. Желаю вам удачи и благодарю за беседу. Спасибо. Спасибо вам большое за возможность выступить и рассказать о наших проектах. Спасибо. В последний день осени во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человекам-животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Но ученые КФУ помнят о них всегда. Так, сотрудники Химического института имени Бутлерова совместно с коллегами из Казавардинского университета создали глазные капли для домашних и сельскохозяйственных животных. Ученые создали эффективный состав противовоспалительных глазных капель. Они имеют сложный состав и включают более 10 компонентов. Впервые в состав препарата вошла вытяжка из корня солодки, добыча и охрана месторождений которого проходит в Казахстане. В чем уникальность лекарства и когда оно появится в продаже, выясняла Эльвина Мирбуддинова. Гнойные выделения, слезотечения, красные сосуды, травмы, твердые корки в уголках глаз и множество других воспалительных процессов. Отсутствие правильного и своевременного лечения животных опасно вплоть до потери зрения, а как следствие может привести к экономическому ущербу в сельском хозяйстве. Разработали универсальный препарат для лечения и профилактики воспалений глаз ученые-химики Казанского университета. Животные очень часто болеют, много травматических, когда поранят во время драки, весной. Воспалительные процессы получаются, кератит, кератоконъюнктивиты. Иногда очень глубокий процесс, вводя того, что глаз не то, что не видит, он уже весь и зарастает. Не синтетический, а растительный препарат. Глазные капли подходят в использовании как для домашних, так и сельскохозяйственных животных. Обладают капли множеством полезных свойств. Имеют противовоспалительный, антибактериальный и противогрибковый эффект. Каждое конкретное лекарство, оно обладает бактерицидным действием против какого-то конкретного возбудителя. А наши капли, они покрывают весь спектр. И противомикробные препараты, и противогрибковые препараты, и противовирусная активность у этих соединений также присутствует. Капли содержат 12 компонентов, а один из главных – всеми известный корень солодки. Корень солодки – это очень уникальное растение. Он обладает очень большим спектром действий антибактериальных, фунгицидных, противовирусных свойств. Там есть еще эффект обезболивания у этих капель. Тоже в том числе и корень солодки вносит свой вклад. Корень солодки имеет ряд полезных свойств. Является противовирусным, противовоспалительным, анальгизирующим, ранозаживляющим, противоопухолевым и не только. Ослабляет или вовсе устраняет чувство боли и раздражения у животных. Активен против ДНК и РНК, содержащих и других различных штаммов вирусов. Глазные капли успешно прошли апробацию хирургами Академии ветеринарной медицины. Проводился эксперимент на кроликах. Было две группы животных. Одна группа животных, у которых были природные заболевания. А вторая – это контрольная группа, у которых вызывали кератит специально. И обе контрольные группы показали великолепные результаты. Успешно создавать лекарства для животных лаборатория химического института удается далеко не впервые. Исследований в данной области у нас достаточно большое количество. Мы создаем различные лекарственные формы. У нас есть и зоошампунь, например. У нас есть различные присыпки, различные антибактериальные материалы. Мы занимаемся как синтезом самих соединений и разработкой именно лекарственных форм. Идея создания глазных капель для животных появилась давно. Проводилась работа в составе большого коллектива. Это ветеринарный институт, медицинский университет и академия, Казанский национальный исследовательский университет и ученые казахстанского вуза. Подбирали очень долго концентрации. В конце концов, капли получились. А последняя работа – это работа уже в Казахстане. Мы добавили их эндомичное растение, очень интересное, может быть, даже единственное, которое в природе обладает гормональными свойствами. Ну, получились вообще замечательные капли. Сегодня глазные капли ученых можно считать готовым продуктом. Капли можно использовать. Мы заявляем, что это капли для ветеринарии. Но если провести дополнительные исследования, то, возможно, мы сможем говорить, что эти капли можно использовать для человека. Глазных капель достаточно большое количество на рынке. Но таких капель, как у нас, их нет. То есть это капли уникальные. За счет солодки и других составляющих нашего препарата – это уникальные произведения. В результате исследования Казанский университет получил патент РФ. Сегодня ученые планируют выпустить небольшую партию глазных капель для животных. Эльвина Минабудзинова, Никита Акиншин. КФУ «Итоги недели». И еще одна разработка казанских исследователей поможет врачам. На этот раз – стоматологам. В КФУ разработали технологию повышения эстетических свойств зубных протезов. Студентка инженерного института Дина Нигбедзянова стала одной из победительниц конкурса «Студенческий стартап» и выиграла 1 миллион рублей на реализацию своей идеи. Ее разработка должна решить сразу две проблемы использования зубных протезов – их эстетический вид и износостойкость. При этом стартап направлен на импортозамещение. Если проект станет успешным, то протезы благодаря новой технологии смогут конкурировать с аналогами, которые одновременно такие свойства в определенной ценовой категории не имеют. Технология обработки стоматологического приспособления не такая сложная. Сейчас Дина вместе с другим магистрантом готовится к опытным исследованиям уже в зуботехническом кабинете. Как это будет проходить, расскажем далее. Включаем установку. У нас здесь, ну, как скажем, путь для регулировки напряжения. Так, повышая напряжение и меняя разные параметры на установке, в ванночки погрузят деталь и проведут над ней плазменное электролитическое оксидирование. Это обработка сплавов в электролите под действием переменного тока. Подобным способом студенты хотят разработать износостойкое покрытие на вентильных металлах по типу титана. Оно необходимо для съемных стоматологических протезов. Обычно они фиксируются на имплантах за счет металлической балки и полой дуги внутри челюсти. В России их устанавливают на простых винтиках. Зачастую они просвечивают через протезы и быстро изнашиваются. Есть такой вид протезов съемный. Он изначально крепится на установленную на десине балку. Балка не съемная, а покровной протез как бы защелкивается на балку, и далее он может сниматься, там чиститься и заново надеваться. У этой балки есть такие небольшие недостатки. Во-первых, это титановая балка, соответственно, на темного цвета. И она способна просвечивать через искусственные зубы протезы и давать как бы такой неестественный холодный оттенок зубам. Вильямс – магистрант второго курса инженерного института. Тема его дипломной работы связана с титановым покрытием для стоматологических балочных протезов. Это заинтересовало его научного руководителя Рамиля Кашапова. Так они и решили осуществить проект в реальности. Их разработка поможет повысить эстетические свойства обычных протезов и их сцепляемость. Искусственные зубы будут устанавливать на винтиках, которые не будут просвечивать и изнашиваться. На самом деле, балочные протезы, естественно, они легко трескаются и просвечиваются. Поэтому мы хотели повысить эстетику данных протезов и еще придать им, но повысить, но также износостойкость. Дина Негмедзянова учится вместе с Вильямс на одном потоке. Она также заинтересовалась разработкой одногруппника и решила помочь ему в исследованиях. Они уже начали совместную работу на установке по плазменно-электролитическому оксидированию. Ее разработали в КФУ. Есть свой патент. Студенты также активно сотрудничают с зуботехнической лабораторией Казанского медицинского университета. По словам студентки, с такой командой их стоматологические протезы смогут конкурировать с аналогами. Аналоги существуют во всем мире, в том числе и в России. Есть одна идея о том, что балка может быть более эстетичной, ну то есть в целом протез может быть более эстетичным и более как бы износостойким, долговечным. Чтобы продолжить работу над зубными балками, студенты подали заявку на конкурс «Студенческий стартап» и выиграли 1 миллион рублей. После того, как команда получит деньги, свои исследования ребята начнут в кабинете стоматолога. Врач сформирует слепок челюсти пациента, которому планируется изготавливать протез. Далее пойдет цифровое сканирование слепка и на основании полученного 3D-снимка Дина и Вильямс разработают прототип балочного протеза. Потом на фрезерном станке они вытащат металлический каркас из титана. И на него произведут плазменное покрытие, которое они сами разработали. Эту заготовку магистранты передадут в зуботехническую лабораторию для дальнейших работ по протезированию. После Нового года также мы получим грант, мы подпишем договор и нам придет первый транш. Мы его планируем потратить на материалы и на запуск станка. Мы изготовим балки, далее мы исследуем их немножко. Именно на соответствие геометрии. Мы же хотим подготовить балку под ключ, под конкретного пациента. У каждого во рту своя геометрия. И когда мы убедимся, что балка соответствует тому 3D-снимку, который мы заранее получили у врача, мы создадим на балку покрытие. Вот то самое покрытие при помощи метода плазменного электроэлектролитического оксидирования. Молодые ученые уверены, разработка университетской команды станет востребованной. Тем более в условиях развития отечественной стоматологической индустрии. Ведь разработка студентов позволит заменить дорогие протезы на качественные аналоги по приемлемой цене. Их продукт будет отличаться от остальных благодаря исследованному ими покрытию для балок. Маргарита Михайлова, Эльвира Замалединова, Хафиз Гараев. КФУ. Итоги недели. Как казанские лицеисты сыграли в международном турнире по программированию, узнаете через несколько минут. Также во второй части программы. Такая синергетическая работа между учеными, Академией наук, промышленностью. Российская Академия наук и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве. Что она под собой подразумевает и какой вклад внесет КФУ. Интересно, что работой в библиотеке Николай Лобачевский занимался комплектованием фонда. Великий библиотекарь. Почему Николай Лобачевский так гордился еще одной своей должностью? Лицеисты КФУ стали лучшими на международном турнире по программированию, который прошел в Болгарии. В турнире приняли участие юные программисты из 20 стран. Сборную России представляли ученики лицеев из школ Татарстана, Москвы и Санкт-Петербурга. Сам турнир проходил дистанционно в два этапа. На каждом из них надо было решить по три задачи. Принести победу российской команде помог казанский учитель информатики Сергей Михайлен. Именно его ученики, представители лицея имени Лобачевского, завоевали пять медалей. Среди них золото у 11-классника Валерия Родионова, серебро у 8-классника Сергея Дьякова, 10-классника Рената Каримова. Две бронзы у 10-классника Руслана Вильданова и 8-классника Кирилла Тимофеева. Поздравляем лицеистов, их тренера с победой. О том, какие еще события из жизни университета и республики были на неделе, расскажем в дайджесте. В парке науки и искусства «Сириус» в Сочи стартовал второй конгресс младых ученых. С его участниками провел встречу Владимир Путин. Президент России обсудил с молодыми учеными основные направления развития отечественной науки, интеграцию образовательной системы новых регионов, общероссийскую и инновационные проекты участников конгресса. Отметим, что также в конгрессе принимают участие и представители Казанского федерального университета. Наша задача, общая задача, нужно настроить именно все институты государственной власти, все структуры, все общественные организации, всех граждан настроить на то, чтобы убедить все общество в том, что суверенитет, будущее технологического развития, технологический суверенитет, промышленный, даже ценностный суверенитет может быть основан и может состояться только на базе фундаментальной и прикладной науки, только на научной базе. КФУ посетил президент Российской Академии Наук Геннадий Красников. В ходе встречи с ректором Ленаром Сафином он ознакомился с деятельностью Казанского университета, его основными исследованиями и разработками. Также были озвучены стратегические проекты КФУ в рамках реализации программы «Приоритет-2030». Кроме того, Геннадий Красников провел встречу с президентом республики Рустамом Минихановым и принял участие в заседании Татнефтехиминвестхолдинга, где были представлены разработки ученых КФУ. Самое главное, я здесь вижу, именно как раз такая синергетическая работа между учеными Академией Наук, промышленностью, для того, чтобы весь потенциал, который у нас накоплен, его как можно быстрее мы могли внедрять в нашу экономику. И также в рамках заседания состоялось подписание соглашения о научно-техническом и технологическом сотрудничестве между Республикой Татарстан и Российской Академией Наук. Подписи под документом поставили Рустам Миниханов и Геннадий Красников. Как отметил президент республики, сотрудничество ученых также может быть налажено в сфере машиностроения. Этот проект с участием Казанского федерального университета поддерживает председатель правительства России Михаил Мишустин, напомнил президент Татарстана. Депутат Госдумы, председатель Совета федеральной национально-культурной автономии татар Ильдар Гельмуддинов выступил с лекцией в КФУ. Он рассказал об особенностях национальной политики в современной России. Также гость обратил внимание на адаптацию иностранных граждан и тему образования. Уходим, скажем так, от баллонской системы образования. Это специалитет, ряд других новшеств. Это не значит, что будет все разрушено, не значит, что там все обнуляем. Ни в коем случае это неприемлемо. Именно в той же баллонской системе есть ряд механизмов, которые нужны. И у нас будет такое плавное совмещение. Казанские юбарсы оказались в числе лучших студенческих спортивных клубов России. Спортклуб КФУ занял призовое место на Всероссийском форуме студенческих спортклубов. За какие достижения клуб отметили, мы поговорим с руководителем казанских юбарсов Никитой Лихачевым. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Итак, что это за был форум? Кто принимал в нем участие и где он проходил? Да, форум студенческих спортивных клубов Всероссийский проходил в ноябре. Он проходил в Дагестанском государственном университете Махачкале. Там принимали участие лучшие студенческие спортивные клубы со всей страны. Те, кто прошли в финал конкурса лучшие ССК по разным номинациям. И лучшие, так скажем, индивидуалисты, менеджеры, фотографы, видеографы. В общем, самые классные ребята из мира студенческого спорта. А в рамках форума состоялся финал конкурса лучший студенческий спортивный клуб, в котором юбарсов отметили как одну из лучших. Какую награду получили и за что конкретно? Да, мы стали вторыми в номинации лучший чемпионат ССК и третьими в главной номинации лучший студенческий спортивный клуб. Это большое достижение для нас и мы, получается, впервые достигли такого высокого места. А кто был среди ваших конкурентов? Собственно, второе место заняли наши друзья, не побоюсь этого слова, из КНИТУ КАИ. КАИ Зеланд студенческий спортивный клуб. Они чуть старше нас, так скажем, в мире спорта. Собственно, они чаще входили в тройку, чем мы. И здесь для них второе место абсолютно закономерное и логичное. Ну а первое место заняли представители Российского технологического университета МИРА. Это сейчас один из лучших студенческих спортивных клубов в мире спорта. Ну, собственно, в этом году их спортивный клуб «Альянс» занял первое место. Тоже абсолютно заслуженно, с чем мы их поздравляем. Я понимаю, что КФУ впервые вошел в топ спортклубов России, так? Да, ну, если брать само слово «топ», то мы входили в топ-10, в топ-5, а именно вот в топ-топ, топ-3, да, мы вошли впервые. И для нас это действительно такой очень важный и весомый результат. Вы лично тоже не остались без награды. Расскажите об этом, пожалуйста. Да, в рамках форума был также конкурс «Лучший спортивный менеджер». Там были разные номинации, и мне удалось занять второе место в номинации «Лучший студенческий спортивный менеджер». Я думаю, что это тоже довольно высокая награда для меня, хоть и не первое место, но, так скажем, любые призовые места — это лишь стимул для того, чтобы становиться лучше с каждым годом. А по каким критериям оценивается работа спортивных менеджеров? Ну, вообще, если брать заочный этап, то мы выполняли различные задания летом еще. То есть мы заполняли, так скажем, форумы, где мы рассказывали про наши лучшие кейсы, мы рассказывали про наши достижения, про то, как мы работаем со сборными командами, с нашим спортивным клубом. А на, собственно, очном этапе в Дагестане мы соревновались в дебатах, то есть это конкурс, где надо ставить свою точку зрения, асессмент-центре, то есть это была такая психологическая игра. Ну и самопрезентация, где мы рассказывали о себе, о своих достижениях, в общем, и отвечали на вопросы жюри. Давайте поясним для зрителей, в каких видах спорта участвуют члены клуба «Казанские Юбарсы». Ну, студенческий спортивный клуб «Казанские Юбарсы», он объединяет в себе вообще все виды спорта, которые представлены в университете. Их сейчас чуть больше 36, ну, чуть больше, потому что постоянно что-то меняется, что-то добавляется. Вот, в целом, начиная от футбола, заканчивая такими экзотическими видами спорта, как «Алтимат Фризби», это там, где надо диск кидать. Или вот, например, в этом году к нам приезжал президент федерации «Лакросса», и мы устраивали даже мини-чемпионат для студентов по такому вроде неизвестному в России спорту, как «Лакросс». Поэтому каждый может найти себя в нашем спортивном клубе. А сколько человек входит в клуб, и кто может стать членом этого самого спортклуба? Ну, смотрите, если говорить об активистах, об организаторах, о спортивных организаторах, да, то есть о людях, которые занимаются непосредственно управлением, собственно, где-то чуть больше 200 человек, если так брать в целом цифру. Но если брать спортсменов, болельщиков, зрителей, охват более 6000 человек, и, в принципе, любой может стать членом спортивного клуба. То есть это либо войти в сборную института или университета, либо это попасть в наш медиа-отдел, то есть стать фотографом спортивным, не знаю, СММщиком, либо человек может стать организатором мероприятия, то есть все спортивные соревнования, которые у нас проводятся, мы организуем, есть разные позиции, от волонтеров до организаторов. И, в принципе, каждый желающий, кто заполнит анкету в нашей группе ВКонтакте «Казанский Лбарс», может стать частью спортивного клуба. А могут студенты других возрастать членами спортклуба или только КФУ? К сожалению, только КФУ, потому что, собственно, студенческий спортивный клуб, он часть университета, и наши студенты, да, они непосредственно это часть спортклуба. Но, опять же, мы проводим открытые мероприятия, то есть, например, чемпионат по настольным играм, да, какие-то школы-активы мы проводим, в том числе с открытыми дверьми, так скажем, для всех наших казанских вузов. Милости просим. Думаю, просто радоваться победе. Вы не намерены, а уже есть другие планы по развитию клуба. Да, конечно, мы сейчас будем участвовать в конкурсе «Студент года КФУ Республики Татарстан». Мы сразу в нескольких номинациях подались от лучшего медиаосвещения до там различных личных номинаций, да, и, конечно, хотим в этом направлении развиваться. Ну и цель, как мы уже говорили, мы каждый год к ней идем, стать лучшим студенческим спортивным клубом России, и очень хочется, вот сейчас мы двигаемся в направлении сотрудничества с профессиональными клубами. Например, вот на нашу школу-активы даже приезжал представитель пресс-службы футбольного клуба ЦСКА из Москвы, то есть, мы хотим вот в таком векторе развития двигаться. А вы лично какой вид спорта предпочитаете, и где учились, или, может быть, еще учитесь, и в будущем кем себя ведите? Да, я пока аспирант Института Истории, до сих пор учусь, много лет уже в этом университете, кем себя вижу, просто хорошим человеком, наверное, вот, а жизнь, она такая, что интересно, наверное, заниматься и всем и сразу, от организации до, там, комментирования игр и так далее. Я всю жизнь занимался и занимаюсь футболом у себя в городе, я сам из Кирова, и сейчас продолжаю играть в мини-футбол, и, ну, в принципе, это самый популярный вид спорта в стране, и даже турниры, которые мы проводим, зрители, да, которые смотрят наши кубки, чемпионаты по футболу в университете, ну, в общем, говорят о том, что это самый популярный вид спорта и в Казани, и в стране, и в университете, в частности. Ну да, кстати, зрители могут увидеть прямые трансляции игр на нашем телеканале Универ ТВ. Все верно? Да, все верно, каждую неделю. Большое спасибо за интересную беседу. Четверо из десяти россиян считают себя зависимыми от гаджетов и интернета. Чаще всего подвержены цифровой зависимости молодежь, более половины ответивших «да» в этой возрастной группе. Такое исследование службы Superjob. Чуть менее половина респондентов периодически устраивают себе цифровой детокс, отказываясь на какое-то время от девайсов. Устраивать нужно и информационный детокс, считают эксперты. А главное, для вас в потоке информации выделит мой соведущий Леонид Толчинский. Его выбор на этой неделе в рубрике «Смотрите сами». И снова с вами «Смотрите сами». Бароны Ротшильды с их формулой «кто владеет информацией, тот владеет миром» безусловно знали толк в информации и прекрасно сформулировали ее значимость для эффективного управления обществом. Всемирный день информации в этой связи живо подталкивает на небольшой своего рода экспресс-обзор по информационному полю нашей страны. Давайте бегло посмотрим на то, какая информация царит в нашем информационном поле и чего, исходя из этого, вероятно, хотят от общества те, кто верховодит в информационном пространстве и задает на нем тренды. Объять необъятное невозможно, поэтому давайте для нашего обзора обратимся к сеткам вещания в прайм-тайм. Это такое вечернее и самое смотрибельное время пятницы и выходных дней наших ведущих телеканалов. Как-никак, а телевидение остается ведущим, игроком и заводилой на всем инфополе страны. Итак, поехали. Вот что нам предлагает свой прайм-тайм первый канал. Воскресенье. Как убили Джона Кеннеди, программа «Время», игра «Что, где, когда» и изюминка, финал выходных дней «Безумные приключения» Луи де Фюнесса. А вот главный госканал «Россия», пятница вечер, программа «60 минут», которая идет на самом деле 150 минут, «Вести», которая идет целых полтора часа, гранд-шоу «Дуэты» и программа «Улыбка на ночь». «Суббота», «Привет, Андрей», «Вести», «Мелодрама», «Столичная штучка», «Воскресенье», «Песни от всей души» и далее блок информационных итогов недели, «Вести», «Неделя», «Москва, Кремль, Путин» и для тех, кто дотянет, воскресный вечер с Соловьевым. Давайте еще два канала из главного мультиплекса. НТВ, пятница, все тот же прайм-тайм, 19-я и 20-я серии фильма «Спецбат» о майоре ДПС с занятым угонами. Опять же, 19-я и 20-я серии сериала «Скорая помощь-4» в программе и Захар Прилепин, но это в час сорок пять ночи. «В субботу следствие ввели» – это про криминал прошлого, центральное телевидение с Токменевым, «Ты не поверишь», интриги жизни шоу-бизнеса, сериал «Пять минут тишины» про симбирских МЧСников. «Воскресенье» основано на реальных событиях «Тайна-731» про министра культуры со вскрытыми венами. Итоги недели, «Суперстар», «Возвращение сезон 3» и «Звезды сошлись». Ну, это про шоу-бизнес, конечно. И вот главный столичный телеканал ТВЦ «Пятница», «Вечер». Две серии фильма «Игрушка» о психотерапевте на психодраме. Две серии фильма «Парижские тайны» о том, как живет Марина, от которой два года, как ушел Олег. В центре событий – это «Новости недели» и далее программа «Хорошие песни». Суббота – две серии детектива «Загадки Пифагора» про поиски бриллианта убитого математика. Далее – две серии детектива «Загадки Цезаря», как педагога обвинили в убийстве мужа, а следователи ее спасли. Далее – блок политических программ «Пашкова и Куликова». И, наконец, «Воскресенье» на ТВЦ – четыре серии детектива «Ловушка времени», «Как обнаружилась связь между разными убийствами» и три серии детектива «Улики из прошлого». Тоже, как вы понимаете, про убийства, но в 1976 году. Там девушек режет маньяк по кличке Волк. Можно, конечно, для чистоты эксперимента посмотреть еще и на «Пятый канал». Но там все еще проще. «Пятница» – весь вечер криминальный сериал «След» и под конец «Светская хроника». «Суббота» – весь вечер «След», а когда он, наконец, закончится, начнется 25-я серия «Последнего мента». «Воскресенье» – сериал «Мужские каникулы» про жену Хапугу. Этот сериал сменит, как вы уже догадались, до глубокой ночи «След». Уф, нормально такая картинка нарисовалась, не правда ли? Это точно программа телепередач нашей страны с ее сегодняшними буднями и заботами? Не верите? Посмотрите и перепроверьте сами. Как вы думаете, на какое общество, в каком состоянии и с какой целью направлен этот контент, выливающийся на головы зрителей в самые смотрибельные дни и часы федеральными каналами? Что хотят добиться медиауправленцы? Насколько адекватны они происходящему в обществе, в стране, тому, что в головах и чаяниях россиян? Вокруг каких смыслов намерены они сплотить общество, на какие свершения их нацелить? Я даже не спрашиваю, что тут для молодежи, для мечащихся интеллектуалов, для ребят, которые в 3-4 смены работают на предприятиях ВПК или собираются в зону СВО. Что эксклюзивного и неординарного в соответствии с требованиями времени и ожиданиями психологически растерянных сограждан предлагают своим зрителям держатели главных медийных площадок. Даже в ток-шоу на актуальную повестку на минувшей неделе пробрались такие спикеры, что в головах дождавшихся этого зрелища на главном госканале действия ничего, кроме каши, еще больше подавленности и разочарования не родилось. Тогда вопрос только один. Зачем все это? Зачем в информационном обществе поток информации, не отвечающий никак запросам этого самого общества? Вопрос, впрочем, риторический. Медиа-менеджеров он не сильно волнует. Для зрителей ответа на него все равно не последует. Средства будут освоены. А вот кто будет в результате владеть, согласно формуле Ротшильдов, миром, обществом, так и останется загадкой. Такие дела. Всего вам доброго. И мы вновь вернемся к главной теме программы. Празднованию юбилейной даты со дня рождения Николая Лобачевского. Именно ему своей жизнью обязана научная библиотека Казанского университета. Он очень гордился своей еще одной должностью – библиотекаря. Благодаря его усилиям построены два библиотечных помещения в главном корпусе университета, а затем и отдельное здание. Именно в нем сейчас находится отдел рукописей и редких книг. Здесь до сих пор хранится тот фонд, который был собран благодаря Николаю Ивановичу. Особое внимание он уделял комплектованию востоковеческого фонда. Лобачевский организовал тщательную проверку наличия всего книжного фонда. Был причастен к составлению каталогов, сохранившихся до наших дней. Здесь есть и труды самого математика. Часть работ хранятся в особых условиях, и прикоснуться к ним практически невозможно. Но с некоторыми произведениями вас познакомят. Амир Ахтемов. 1 декабря – день рождения великого русского математика, ректора Казанского университета Николая Лобачевского. Помимо его ректорской деятельности, он также являлся директором научной библиотеки, в которой из сюжета в сюжет снимается наша рубрика. Создание библиотеки было предусмотрено уставом Казанского университета, подписанным 5 ноября 1804 года императором Александром I. В начале ее функция выполняла библиотека Казанской гимназии, на базе которой был открыт университет. Как самостоятельное подразделение университета, библиотека существует с ноября 1806 года. В 1825 и 1835 годах библиотекарем Казанского университета, по нынешней терминологии директором библиотеки, был Николай Лобачевский. Научная библиотека Николая Лобачевского подобрала нам раритетный материал. Это ученые записки, издаваемые Императорским Казанским университетом. Интересно, что сам Лобачевский рассуждал на тему науки. А именно о новых началах геометрии с полной теорией параллельных. Стоит отметить, что данный экземпляр выпускался в Казани в университетской типографии в 1836 году. В научных записках Лобачевский строил свою геометрию, отправляясь от основных геометрических понятий и своей аксиомы, и доказывал теоремы геометрическим методом, подобно тому, как это делается в геометрии Евклида. Основой служила теория параллельных линий, так как именно здесь начинается отличие геометрии Лобачевского от геометрии Евклида. Интересно, что работая в библиотеке, Николай Лобачевский занимался комплектованием фонда, обеспечив рукописными и книжными собраниями все научные направления, развивающиеся в стенах Казанского университета. Лобачевский организовал тщательную проверку наличия всего книжного фонда, а также был причастен к составлению каталогов, сохранившихся до наших дней. Наконец, благодаря его стараниям и усилиям было осуществлено строительство двух библиотечных помещений в главном корпусе университета, а затем и обособленного строения для библиотеки. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. Уже в это воскресенье можно садиться за стол и писать послание Деду Морозу. 4 декабря отмечается особенный праздник – День заказов, подарков и написания писем Деду Морозу. Все мы продолжаем верить чудеса и с нетерпением ждем Нового года. Хотя зима только началась. И, конечно, наиболее сокровенные желания должны сбыться. Будем ждать. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.